КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 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 Староманерные суда, поморы, невзирая на запрет, продолжали творить свои кочи. Всемогущий государь оказался бессильным перед вековыми традициями и техническим совершенством этих кораблей. В конце XV века поморы ходили к северному побережью Скандинавии вдоль восточного побережья Белого моря и северного берега Кольского полуострова с волоком через полуостров Рыбачий. В поморской навигационной практике этот путь назывался «Ход в немецкий конец». В XVI-XVII веках зона промысловой и торговой деятельности еще больше расширилась. Промысловики и мореходы осваивали новые морские пути и земли, ходили к заполярной территории Западной Сибири до Мангазии и Устей Енисея, на Новую Землю и на Шпицберген, которые поморы называли Грумант. В это же время новые центры в истории кораблестроения в России появляются при Иване Грозном, при взятии им Астрахани и Казани. При Борисе Годунове были предприняты первые попытки основать военный флот. Правда, они потерпели неудачу. Известно, что первый русский военный корабль европейского типа, фрегат «Орел», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море, вооруженный двадцатью двумя тяжелыми пищалями, был построен в Коломне при царе Алексея Михайловича на Дединовской верфи в 1667-1669 годах боярином Родиным Нащекином. Российское историческое общество установило, что это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства, и на Орле впервые был поднят российский триколор. Для изготовления флага большого и множества вымпелов выписывались ткани белого, лазоревого и алого цветов. Для него же был подготовлен первый русский морской устав, письмо корабельного строя. Правдивости ради служил фрегат недолго, так как уже в 1670 году он был захвачен в Астрахани казаками Степана Разина и был сожжен. Другие исследователи считают первым линейным кораблем гото-предестинацию, срубленную саморучно молодым царем Петром I на Воронежских верфях в конце XVII века. И хотя к постройке кораблей он привлек массу людей с обилием иноземных мастеров, основную часть составляли крепостные. В конце концов, сделанные в Воронеже корабли были построены плохо, нередко из худого леса. Хотя гото-предестинация являла собой приятное исключение, удостоившись похвал таких истых корабелов, как мастеров аглицких и голландских. Как сказано в донесении, корабль изряден пропорцией. После неутешительных баталий на горячих южных морях императору пришлись по нраву степенные и рассудительные северные моря. Там и корабельных лесов побольше, да и народец привычный к морским промыслам. На Белом море у Архангельска был заложен другой флот – северный. Считается, что официальная история русского военно-морского флота начинается с Петра I, вздыбившего Россию и провозгласившего 20 октября 1696 года на заседании Боярской думы морским судам быть. Первым боевым крещением новорожденного флота некоторые исследователи условно считают захват 7 мая 1703 года русскими шлюпками звездских кораблей «Гедан» и «Альстрид» на Неве. Бум в истории российского кораблестроения начался при Петре I. Уже в 1693 году в Архангельске им была заложена первая государственная верфь, которая занялась строительством военных кораблей. Так началась история кораблестроения в нашей стране. Когда Петр приехал в Архангельск в 1694 году, уже были готовы фрегат «Святое пророчество» – 24-пушечный корабль «Апостол Павел» – транспортное судно «Фламов». Они вышли в Белое море, образовав первую русскую флотелию. После этого строительство военно-морского флота началось на регулярной основе. А после выхода в устье Невы был заложен третий флот – Балтийский. В 1703 году сам Петр I заложил город Санкт-Петербург, центром которого стала самая большая судоверфь страны, получившая название Адмиралтейство. Уже к 1712 году вошел в строй и первый линейный корабль на Балтике – Полтава, несший 54 пушки. Очень скоро и этот флот заявил о себе в полный голос. 27 июля 1714 года у мыса Гангут русские галеры, умело разделив превосходящие силы противника, атаковали шведскую эскадру и в яростном абордажном бою захватили 10 вражеских кораблей во главе с фрегатом «Элефант». Гангут считается первой крупной морской победой российского флота на Европейском театре боевых действий. После этой битвы в Европе поняли, что на Востоке появилась новая грозная морская сила, и в Балтику вошли английские военные корабли. Но до столкновения не дошло. Появившаяся в 1720 году у Ревеля эскадра адмирала Норриса убедилась в готовности русского флота и гарнизона дать отпор и отступила. А Россия после Северной войны по праву стала мировой морской державой. После смерти Петра I в истории развития кораблестроения России наметилось некоторое затишье, но оно сменилось новым подъемом во второй половине XVIII века. Его итогом стало создание полноценного Черноморского флота. Во времена правления императора Александра I судостроительные работы сокращались, активно велось только речное судостроение. В 1815 году был спущен на воду первый рейсовый пароход, который начал курсировать между Петербургом и Кронштадтом. В 1830 году в столице Российской империи было введено в эксплуатацию грузопассажирское судно «Нева», которое имело и паруса, и две паровые машины. В 1838 году успешно прошел испытание на «Неве» первый на планете электроход. Через 10 лет генерал-инженер Иван Афанасьевич Амосов построил первый винтовой фрегат, который назвали «Архимед». После отмены крепостного права в 1861 году началось особенно бурное развитие пароходства на Волге. В то время ключевым судостроительным предприятием становится Сурмовский завод, основанный в 1849 году. Именно на нем были построены первые в стране товаропассажирский пароход и железная баржа. В XIX веке в России на судах начинают активно использовать паровые машины. Но настоящей революцией в истории развития кораблестроения становится применение кованого железа, а затем и прокатной стали в качестве основного материала для конструкции кораблей. После перехода от деревянных кораблей к железным началось полное переоборудование всех заводов. Им теперь предстояло отвечать новым требованиям технологического прогресса. Тенденцией второй половины XIX века стал переход от деревянных кораблей на железные. Интересно, что в нашей стране первыми металлическими военными судами стали подводные лодки, спущенные на воду в 1834 году. На следующий год начались работы по строительству полуподводного судна «Тважный», которое могло погружаться под воду практически полностью, оставляя на поверхности только дымовую трубу. Стоит отметить, что во многих отраслях судостроения российские инженеры опережали иностранцев. Именно в нашей стране появились сразу несколько принципиально новых судов. В 1864 году в России была построена первая броненосная плавучая батарея. Через шесть лет в составе Балтийского флота было уже 23 таких корабля. А в 1872 году в состав Отечественного военно-морского флота вошел броненосец Петр Великий, который считался одним из сильнейших кораблей в мире на тот момент. К концу XIX века русский флот по силе занимал третье место в мире. Злополучная русско-японская война подорвала морское могущество России. Однако вскоре флот возродился, пополнившись дредноутами, лучшими на то время в мире эсминцами типа «Новик» и подводными лодками типа «Барс». Именно в России были сконструированы первые в мире торпедные катера, опытные разработки которых в 1877 году завершил Степан Осипович Макаров. В том же году в эксплуатацию был введен первый мореходный миноносец «Взрыв». Кстати, первая подводная лодка была изобретена и изготовлена из кожи и медных листов на 55 лет раньше, чем в Европе, в 1721 году. Сейчас она находится в музее в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. На протяжении второго десятилетия XXI века, говоря о развитии судостроения в стране, в первую очередь речь идет о военном флоте. На военно-морскую технику приходится до 70% всех заказов, поступающих на заводы. При этом значительная часть военных кораблей отправляется на экспорт. Масштаб перемен в отечественном судостроении можно сравнить с настоящей технологической революцией. Когда-то Петр I связал создание новой России с Токмофлотом. «Все наши дела не спровергнутся, ежели флот истратится», – говорил Петр. В отношении нашей страны поговорка «большому кораблю большое плавание» не потеряла свой смысл. Пассажирское судостроение – новое направление для России. Даже во времена СССР пассажирские теплоходы строились в союзных республиках. Поэтому отечественным корабелам приходится решать задачи и преодолевать трудности, с которыми они раньше не сталкивались. Продолжение следует...